Привет! Ты находишься на канале Анастасия Голливуд, меня зовут Настя и я профессиональный мастер-бровист. И в этом видео я расскажу тебе, как сделать трендовое натуральное окрашивание для блондинок. Как не затянить волос и как сделать легкое напыление краской на коже так, чтобы это выглядело как будто окрашено пудровым карандашом. Обязательно досмотри видео до конца, потому что там тебя будет ждать бонус. Для натурального окрашивания я взяла такую светленькую модель с негустыми бровями. Также модель попросила сделать ей такое окрашивание, чтобы был эффект, как будто брови окрашены пудровым мягким карандашом. Перед окрашиванием я всегда причесываю брови щеточкой, чтобы оценить состояние волосков, насколько они пористые. Есть ли поврежденные волоски и так далее. А также тщательно смотрю состояние кожи и какая подготовка нам понадобится. Так как мы будем делать натуральные брови, много коррекции нам не понадобится. Будем убирать только самые лишние волоски. Кожа у нас нормальная, не сухая, не жирная, поэтому мне достаточно только детокс-муса от Элан. Мус должен быть обязательно густым, даже если вы пользуетесь другой пенкой. Главное, он не должен быть жидким и растекаться, когда вдавливаешь его. Мус я наношу на щеточкой и аккуратно прочесываю ею между волосков. Я не тру щеточкой сильно кожу. Во-первых, чтобы не было покраснений кожи и эстетично смотрелось на видео. Во-вторых, не было травматизации кожи. Потому что мы будем делать окрашивание, лишнее воздействие на кожу нам не нужно. Пенку всегда тщательно смываю влажным ватным диском. Потому что сухой диск может также поднимать все чешуйки орговевшего слоя. Вымываем все всегда тщательно, абсолютно любой продукт. Делая натуральное окрашивание, я все равно делаю эскиз, так как отпечаток на коже все равно будет. Я выбираю карандаш, так как я и в принципе работаю. Когда вы делаете эскиз карандашом, он не должен быть очень тупым. Нужно его заточить, чтобы немножко его заострить. Далее карандашом я делаю наметки, по которым я буду делать сам эскиз. Сначала очерчиваю, где будет у нас нижняя линия, затем где будет верхняя линия. А также апексы. Сначала на правой брови, затем на левой. Если вы хотите, чтобы я сняла подробное видео, как сделать быстрый эскиз, напишите в комментариях. И я обязательно это сделаю. Карандашом я соединяю все линии, а дальше почищаю эти линии кисточкой, чтобы линии были ровные. И я видела, докуда мне наносить краситель. Вот такой у нас будет эскиз. То есть мы не будем выходить за линии нашей архитектуры. И модель может увидеть, какой ширины будут ее брови. Для окрашивания я использую гель-краску Элан. Эта краска высокопигментированная и очень хорошо проникает в структуру кожи. Отпечаток оставляет очень яркий. И для того, чтобы у нас получилось натуральное окрашивание, я буду смягчать краситель органовым маслом. Вот такая консистенция получается. По цвету я вижу, что окрашивание будет и не теплым, и не холодным. Нейтральным, как раз, какое нужно для нашей модели. Краситель я наношу сначала на хвостик. Я не делаю акцент на нижней линии. Как я делаю это при графичном окрашивании? Я просто выкладываю краситель по контуру эскиза и почищаю все, что вышло за него. То же самое я повторяю и с левой бровью. После того, как я окрасила кончики, я приступаю к нанесению красителя к началу брови. Я это делаю всегда в последнюю очередь, для того, чтобы был градиент и начало брови было светлее, чем сам хвостик. После того, как я распределила краситель, я еще раз прохожу по всей брови, для того, чтобы окрашивание было ровное и не было густых, не прокрашенных участок. То же самое я проделываю и с левой бровью. Когда я нанесла краситель, я щеточкой как бы счесываю с волос краситель и размываю верхнюю границу. Краска, которая вышла за границу, я убираю влажным ватным диском, для того, чтобы не окрасилась кожа. И затем еще раз счесываю верхнюю границу. Тогда переход будет очень плавным и естественным, как будто окрашена карандашом. То же самое я повторяю и с левой бровью. Краситель я выдерживаю не более 5 минут, так как он быстро проникает в структуру кожи. Даже с арганным маслом, который рассветляет краситель, краска все равно хорошо впитывается и проходит. Поэтому по степени времени я опять беру влажный ватный диск и тщательно вымываю краситель по росту бровей. Видно, что краситель уже стабилизировался. И он идеально подходит под цвет волос нашей модели. После окрашивания я делаю коррекцию. Как я сказала в начале видео, я убираю только самые лишние волоски. Я тщательно убираю волоски по переносице, по верхней границе линии, по линии нижней брови у переносица. Но как только я подхожу к хвостику, я начинаю тщательно следить за тем, какие волоски я убираю. Нам не нужно убрать там все. Пусть некоторые волоски растут за границей окрашивания. Это наоборот придаст бровям пушистости и естественности. По качанию и коррекции я прохожусь Colorfix. Он дополнительно стабилизирует цвет. Он помогает закрыть чешуйки волоса, чтобы цвет не вымывался с волосков. Также он питает и увлажняет волос. К тому же на батном диске видно, что есть еще остатки краски на коже. А этого быть не должно. Поэтому всегда в конце проходим все либо пенкой, либо Colorfix после окрашивания. А вот наш результат. Брови получились нежные, воздушные. Как будто модель просто окрасила их карандашом. Я думаю, что ей невероятно идет. Моя модель в восторге. А вам понравился результат? Пишите в комментариях. И будете ли вы использовать такой способ окрашивания? Или вам нравятся более графичные брови? Делите своим мнением в комментариях. Видео подошло к концу. Спасибо, что ты его досмотрела. И, как я и обещала, бонус. Я уверена, что мы с тобой работаем абсолютно на разных материалах. И для того, чтобы ты могла сразу же начать отрабатывать новые знания, напиши мне в деле слово окрашивание. И я пришлю тебе список материалов, которые можно заменить. Материалы, на которых работаю я. А ты не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok